Добрый день, наши читатели, зрители! Сегодня в интервью у нас в гостях президент Кыргызской Академии Образования Дющеева Назира Кубаншпековна. Добро пожаловать в нашу студию. Тема нашего интервью — это переход на новые модели обучения 12-летнее образование. На прошлой неделе в Кабмине было принято данное решение, и у родителей, у наших читателей возникло множество вопросов, на которые ответит наш собеседник Назира Кубаншпековна. Назира Кубаншпековна, расскажите, пожалуйста, что послужило причиной принятия решения о переходе на новые модели образования? Существуют две причины. Первая причина, прежде всего, это самое главное, которое было сказано и в предыдущих интервью, и министрам, и президентам акцентировано, это охват образованием детей 6-летнего возраста. И при этом нивелирование неравных стартовых возможностей детей, которые раньше при дошкольном образовании наблюдались при поступлении в школу. Мы знаем, что дошкольное образование оставалось в предыдущие годы недоступным у 70% детей дошкольного возраста. И в этой связи есть исследование Эльвира, по-моему, Касымовой, которая в своих исследованиях описывала процессы, что наблюдается такая статистика, что есть дети, которые уже с 5 лет и до 17 лет привлечены к определенной трудовой функции, то есть их используют как рабочую силу. Кого-то на рынке, кого-то дома, кого-то по ухаживанию за детьми. Более того, в связи с тем, что не у всех родителей, так как дошкольное образование, оно не является обязательным, а школьное образование является обязательным, то не все родители отправляют детей в детские сады либо по причине невозможности финансирования, либо по каким-либо другим причинам. И поэтому благодаря разным факторам очень много детей были не охвачены дошкольным образованием. Но данная проблема решалась в предыдущие годы тем, что была разработана программа, 480-часовая программа, до нее другие были программы, а 480-часовая программа, эта программа была в предшкольной подготовке на Ристе. И вот от того, что не все дети были охвачены дошкольным образованием, и не все дети смогли пройти подготовку к школе по данной программе, значит, у всех детей, у большинства детей были неравные стартовые возможности. И в этой связи есть даже об этом и в СМИ писали теория Хэтмана, которая говорила о том, что инвестиции в раннее развитие детей намного эффективнее, то есть я цитирую, чем все программы последующего образования. И им же было сказано, каждый вложенный доллар вернулся в 16-кратном размере через 40 лет. То есть отдача от инвестиций в человеческий капитал как функция возраста, в котором производятся инвестиции. И в этом, в этой связи на сегодняшний день есть убежденный тезис о том, что если дети охвачены именно этим уровнем образования, то это в конечном итоге отражается даже и на экономике. Когда планируется вот уже начать переход к этой новой системе? Как вы уже вначале озвучили, вышло постановление Кабинета министров от 15 марта до этого года о том, что министерству поручено в месячный срок подготовить план перехода на 12-летнее образование, план действий и далее начать с 2024-2025 года переход, поэтапный переход на структуру внедрения 12-летнего образования. Поэтому в настоящее время в министерстве созданы комиссии, группы из состава академического, учительского, экспертных лиц представлений различных сообществ, которые будут работать над этими вопросами. Уже есть проект плана действий, мы над ним работаем, есть уточняющие детали, над которыми мы работаем. Я думаю, после его обсуждения, согласования, этот план будет запущен. То есть старт намечается в этом учебном году? В этом учебном году намечается поэтапный старт. Но когда мы говорим о старте, это не значит, что с первого класса запустили и началась 12-летка. Нет. Так как этот вопрос связан не только с тем, что вот только поменять цифры и так далее, а здесь есть много других факторов, связанные с материально-техническим обеспечением, а именно учебниками, учебно-методическими комплексами. Этот момент связан с помещениями, зданиями, этот момент связан с разработкой стандартов, учебных программ. Значит, вот такие факторы влияют на то, когда, как и каким образом все это будет реализовываться и внедряться. И все-таки, когда намечается первый прием в первый класс в рамках 12-летнего обучения? Сказать вот точно, что вот с такого-то года невозможно, потому что, как я уже сказала, для того, чтобы вводить, вот представьте, начинается учебный процесс, да, если начинается учебный процесс, то прежде всего дети, чем должны быть обеспечены? Они должны быть обеспечены учебниками или учебно-методическими комплексами, потому что это одно из главных ведущих средств в дидактике, которым, дидактическим средством, которым дети пользуются, и учитель, естественно. Но в связи с тем, что на сегодняшний день пока, значит, учебников для первых классов 12-летней школы пока нет, поэтому об этом прямо вот говорить, что преждевременно с этого года будет внедрено пока рано. После сообщения о том, что будет внедряться новая модель обучения, вот в комментариях тоже родители писали, и было очень много вопросов, и большинство вопросов касались вот первого класса и детей, которые ходят в детские сады. Один из часто задаваемых вопросов от наших читателей и родителей это сколько времени ученик будет находиться в школе и в каких условиях будет проходить обучение вот в соответствии с новой моделью. Ну, если у нас будет недельная нагрузка, вот, например, смотрите, максимально допустима недельная нагрузка в первом классе 7 лет при 11-летней образовательной системе была 21. В подготовительной группе от 6 до 7 лет, это тоже, видите, возраст, подходящий для первого класса, было 17. Но так как мы планируем 12-летнее образование с 6 лет, то, следовательно, если будут вынесены изменения в санитарные эпидемиологические правила и нормативы, то недельная нагрузка будет варьироваться между 17 и 21 часом как максимально допустимой недельной нагрузки. То есть в среднем ребенок будет находиться в школе по 4 часа в день. Это тоже еще пока я не могу сказать, но я бы хотела сказать, что когда дети были в детском саду в подготовительной группе, то у них продолжительность занятий длилась от 25 до 35 минут. А когда дети идут в школу при 11-летнем образовании, то у них поэтапная нагрузка, то есть она тоже не отличается от того, что было в детском саду. В первом полугодии также 35 минут, а потом во втором полугодии 45 минут. То есть здесь нету таких резких временных нагрузок для ребенка, они сохраняются такими же, как и в школе, но потом после полугодия уже переходят на 10 минут больше. А вот в комментариях некоторые родители писали, что при существующей системе, когда ребенок до 7 лет входит в детский сад, у родителей была возможность, был лишний год на то, чтобы занять ребенка, потому что в некоторых семьях работают оба родителей, нет ни бабушек, ни дедушек, которые могли бы забрать ребенка. Как этот вопрос будет решаться сейчас, если ребенок в первом классе будет всего, условно говоря, 4-5 часов в день, то есть это вопрос организации времени многих семей коснется. Этот вопрос тоже сейчас решается. У нас недавно было совещание в министерстве, где министр этот вопрос поднимал на повестке дня и принимали обсуждение и дискуссии директора школ города Бишкек управления образования города Бишкек. Были приглашены другие эксперты и другие представители академического сообщества. Этот вопрос на рассмотрение. В первом классе при новой модели обучения будут ли игровые часы, время для сна, потому что ребенок даже в 6 лет может быть не все готовы учиться. Ну, видите, можно сказать, что на сегодняшний день есть очень много детей, которые в первый класс пошли в 6-летнем возрасте. В советское время, я помню, была такая практика, когда некоторые в селах, вот были такие примеры, когда дети некоторые шли вообще с 5 лет. поэтому определенной нагрузки для детей не будет, потому что мы еще раз вот хотим, хочу отметить, что программа на Ристе, она была для 6-летних детей. И в подготовительных группах детских садов, а это возрастная категория от 6 до 7 лет, это буквально практически не отличается от того, что есть у нас сейчас в первых классах действующих 11-леток. А еще часто звучал такой вопрос, будут ли кормить первоклассников? Так, вопрос будет обед. Мы знаем, что согласно закону об образовании, школьное образование является обязательным, и мы знаем, что и питание, естественно, является обязательным, да, если оно является обязательным, значит, наверное, детей кормить в школах будут. То есть, вот, когда будет внедрена новая модель, и ребенок, который занимался по программе на Ристе, получать, а я считаться первоклассником, то в этом первом классе он все равно будет... Если это предусмотрено определенными нормативно-правовыми актами, потому что я в школе не работаю, пропитание это вопрос не совсем в моей компетенции, но если это предусмотрено, как только нулевой класс преобразуется в первый класс и будет приращен с самого начала 11-летнего образования и трансформируется в 12-летнее образование, все то, что было до этого момента при 11-летней школе, я думаю, также будет отображаться и на первом классе 12-летнего образования. Изменится ли градация школы? То есть начальная школа, если раньше в ней были 4 класса, сейчас станет просто 5 классов, а средней и старшей школы... Ага, нет, значит, ну, так как речь идет опять-таки превращение с первого класса, да, то есть это увеличится на один год начальное школьное образование. С одной стороны, это будет очень хорошо, во-первых, потому что у детей уже будут одинаковые стартовые возможности для того, чтобы они в равных позициях начинали первый класс, изучали одну и ту же программу, развивались, формировались какие-то навыки, и далее, я думаю, от этого качества и учителям было бы легко, потому что иногда и учителям сложно, когда в первый класс приходят дети, которые прошли программу предшкольной подготовки, освоили ее, а есть дети, которые не проходили, но в любом случае детей нужно принимать. Кто-то из детей более мобилен, кто-то из детей, тот, кто эту программу не проходил, инертен, и учителям очень сложно выровнять вот эти стартовые возможности детей. А если будет стопроцентный охват шестилеток этим образованием, то тогда учителям будет тоже легко. Вот родители тоже интересуются, если, например, такая ситуация, что родители смотрят на своего ребенка и считают, что в 6 лет ему рано идти в школу, пусть даже эта школа будет в такой вот, в первый класс, пусть даже этот первый класс будет в такой вот упрощенной программе, как программа дошкольного образования, но все равно это немножко другая нагрузка. Могут ли родители не отдавать ребенка в этот первый класс в 6 лет? Ну, это право родителей, но в то же время именно родители несут ответственность за образование детей. И чем раньше они будут заниматься этими вопросами, то есть не проявлять консерватизм, а наоборот идти в ногу со временем, сейчас мир меняется, все меняется, и чем раньше, согласно тем требованиям, законодательству Крымской Республики об образовании родители будут это понимать и идти в унисон, в ногу с теми преобразованиями и реформами, которые сейчас реализуются, я думаю, тем самым они не навредят, а помогут детям. Очень много ребят, которые после 9 класса решают оставить школу и продолжить образование в училищах, в колледжах, либо же самостоятельно на каких-то курсах освоить профессию. Как бы это такая общая тенденция, да? И в старших классах с каждым годом остается все меньше детей. И при переходе на 12-летнее образование не приведет ли это к тому, что в старшей школе количество учеников уменьшится в разы за счет того, что детям уже психологически 12 лет находиться в школе будет сложнее. Ну вот, насколько я знаю, статистических данных министерства, прям таких массовых уходов из школы не наблюдалось. Система начального профессионального образования это тоже очень важный уровень, потому что он готовит рабочие кадры, в которых нуждается страна. И от того, как будут готовить эти кадры, какое их количество будет, зависит и развитие экономики нашей страны. Поэтому я думаю, когда кто-то из детей решает уйти и приобретать определенную профессию, а кто-то остается, здесь имеется определенный гармоничный баланс. А касательно вот не устанут ли дети психологически 12 лет находиться в одной и той же обстановке? Они не устанут, потому что опять-таки ничего же не меняется. Как они могут устать? Например, если вы ученик основной школы, а я ученик старшей школы, то вы также приходите в школу, вы реализуете ту же программу. А кто-то вот, например, ваш оператор, это тот, кто был в детском саду, но он переходит на уровень первого класса. Добавляются определенные к той программе, которую он изучал в детском саду, еще какие-то либо развивающие курсы, либо эти курсы в количественном часовом формате увеличиваются. Он также продолжает свою жизнь, только не в детском саду, а в первом классе. Вы реализуете свою программу основной школы, я завершаю свою программу средней школы. То есть у меня нет увеличения нагрузки, у вас нет увеличения нагрузки. Это в целом, вот когда мы смотрим, вот посмотрите. А как же изменение обстановки, ребенок становится школьником на год раньше, он узнает слово учитель на год раньше. Да, поэтому будут созданы такие программы, они существовали, которые будут способствовать развитию ребенка, его психических познавательных процессов. Вы вначале отметили, что одним из аргументов в пользу 12-летней модели стало то, что очень низкий охват детей дошкольным образованием. и этот вопрос решается за счет того, что первый класс сдвинули и это станет обязательным образованием. Но тем не менее, это же не отменяет того факта, что детских садов мало и детей, охваченных дошкольным образованием, будет все так же больше. А их будет больше. Как это будет реализоваться далее, опять-таки требуются расчеты, подсчеты. И вот сейчас я не смогу сказать вам конкретно относительно количественных показателей, насколько увеличится детей после ухода подготовительной группы на уровне других групп. А вот все эти изменения в учебной программе, о которых вы говорили, они коснутся частных школ? Да, потому что есть в законе об образовании статья государственные образовательные стандарты, которые должны выполнять все, вне зависимости частная школа или государственная школа. Следовательно, частные школы тоже будут придерживаться наших стандартов и соответствовать государственному образовательному стандарту школьного общего образования. То есть и частные школы будут обучать 12 лет. Хорошо, спасибо вам большое за интервью. можем завершать. субтитры 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 субтитры